Ассаляму алейкум варахматуллахи у баракяту! Мир вам и вашим близким! В эфире передача «Исламская мозаика» и с вами я, ее ведущая, Айдан Мамедова. 11 сентября вся страна отмечала Международный День Трезвости. О том, как он прошел в Саратове, смотрите в сюжете Натальи Поповой. Всего на один день площадка перед Фоком «Звездный» превратилась в один большой спортивный стадион. Здесь можно не только проверить свои физические данные, но и задать интересующие вопросы именитым спортсменам. Множество различных площадок объединяет одна общая идея – показать всю прелесть здорового образа жизни. Здесь представлены самые разные виды спорта – от арморестлинга и тяжелой атлетики до стрельбы и гольфа. Каждый из видов спорта презентуют профессиональные спортсмены, победители и призеры всевозможных соревнований. Только они могут правильно рассказать и показать все детали своего мастерства. Я считаю, что на самом деле каждый спортсмен, кто преподает спорт, пропагандирует спорт, обязан участвовать в мероприятиях, потому что ходят дети, подростки, у них горят глаза. И отдать капельку своего мастерства, которым владеешь тем или иным видом спорта – это просто шикарно. Я считаю, это нужно делать и будем делать в дальнейшем. Такая масштабная пропаганда здорового образа жизни в нашем городе не случайна. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню трезвости. Организатором стало объединение общественных организаций «Саратов молодой», активными участниками которого являются представители мусульманской общественности Саратовской области. Мы активные организаторы тут. У нас спортивная площадка, мы организуем выступления чемпиона мира ДАЦИ и ВДАЦИ. Здесь будут награждаться участники духовного управления за вклад в Саратовскую область, в город Саратов, для города Саратова. Продолжил празднование Всероссийского дня трезвости форум, организованный Саратским обществом трезвости и организацией «Саратов молодой». Участники из всех организаций рассказали о своих успехах и достижениях здорового образа жизни, а также его активной пропаганде. Активистов движения наградили почетными грамотами, а спортивные клубы и именитые спортсмены устроили показательные выступления для всех зрителей и гостей форума. В соцсетях мне очень многие пишут, спрашивают, где я занимаюсь. После моих мастер-классов спрашивают, где можно заняться, каким видом спорта заниматься. После этого выступления, я думаю, сейчас уже могу ждать, вечером будут писать, спрашивают, хотим заниматься, куда можно записаться. Я думаю, будут такие вопросы. Такая визуальная пропаганда здорового образа жизни проходит в нашем городе не только в День трезвости. Активисты в течение всего учебного года посещают различные учебные заведения, где проводят уроки трезвости и другие мероприятия. Они на собственном примере показывают, что здоровый образ жизни – это интересно, полезно и правильно. В честь Курбан-Байрама для юных мусульман и их родителей устроили веселый утренник. На мероприятии дети узнали не только об истории этого праздника, но и встретили необычного гостя. Подробнее в следующем сюжете. В Саратовском исламском комплексе собралось более сотни детей и их родителей. Традиционное мероприятие в честь главного праздника мусульман Курбан-Байрама уже не в первый раз проводят преподаватели Мектеп. Уже в зрелом возрасте пророк Ибрагим, мир ему, странствует по пустыне из Египта, вместе со своей семьей отправился на святую землю в Палестину. Ирина Аппа Магомедова, знакомая многим детям по занятиям в воскресной школе и подобным праздникам, в игровой форме рассказывает малышам о появлении Курбан-Байрама. С помощью мультиков и видео ребята узнали историю пророков Ибрагима и его сына Исмаила. По словам родителей, именно так нужно обучать детей основам религии. Когда здесь они много, здесь все они собираются, между собой общаются, друг друга рассказывают. Вот так вот они выступают и каждый рассказывает, что это такое. Это лучше впитывается. Во время праздника дети играли в разные развивающие игры и обсуждали с преподавателями этапы хаджа. Особенно ярким оказался командный конкурс рисования барашка. Так как после того, как дети увидели рисунки друг друга, в зал принесли настоящий символ Курбана. Чтобы дети почувствовали, почувствовали, что такое Курбан-Байрам. Вживую увидели, тем более мы в городе находимся, для городских детей это диковинка. А здесь увидели живого баранчика. Ну, чтобы была какая-то ассоциация. Все-таки, когда есть живой пример, это лучше, чем на картинке или в мультфильме. Барашек после окончания праздника ожидал во дворе мечети всех любопытных. И, несмотря на дождь и сырость, дети с явным удовольствием гладили и разглядывали живой символ праздника. Какая разница, сколько лет вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу? Эту фразу часто используют заядлые путешественники. А что в исламе говорится о путешествиях, расскажет муфтий Саратовской области Мукадас Хазрат Бибарсов. На самом деле, путешествие первичное, это прежде всего его духовность. Вообще, человек – это его духовность сверху. Почему? Потому что человек, куда бы ни шел, изначально его маршрут закладывает в его внутреннее сознание. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, путешествуйте и будете здоровыми, и будете богатыми. Вообще, я думаю, что в истории человечества, в целом, вы не найдете ни одного большого ученого, который бы занимался науками, сидя в кабинете. Все ученые, в том числе мусульманские, классики, это были люди, которые посвятили свою жизнь поиску знаний. Не просто они сидели где-то в одном месте, они действительно искали знания. То, что мы получаем информацию, на мой взгляд, это мое мнение, оно может быть воплощено в жизнь, практику, только посредством того, что человек увидел. Вот сколько бы мы ни говорили о величии, Аллаху Субхану Ахмаду Ат-Аля, о красоте, о мощи Всесоздателя, мы эту мощь, эту красоту, это величие мы видим там, где видим его творение. Красоту гор, красоту моря, величие степи. Да, вот действительно, вот видишь истинного хозяина всего этого. Есть ли какие-то запреты на путешествия, может быть, на какого-то рода именно поездки? Нет, запреты могут быть, они обусловлены исключением тем, что если это опасно для самого человека, естественно, человек не должен подвергать себе опасности. А соблазны? Конечно, в том числе, да, путешествовать специально в те места, где ты изначально знаешь, что ты можешь податься соблазну или еще чему-то, конечно, изначально, это уже неправильно, это уже нехорошая мысль. Потому что все равно в основе любого движения это намерение человека. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, каждое деяние измеряется или оценивается по его намерению. Ну вот кроме как для собственного развития, для чего еще нужны путешествия? Вот те проблемы, которые мы испытываем, они настолько ничтожны, я вообще называю, что я вообще и говорю, что в этой жизни нет проблем. Проблемы будут в реальной жизни. Почему? Потому что все проблемы, так или иначе, они разрешаются. Почему? Потому что все подвластно времени, оно не остановит. Но там, когда будет реальность, когда не будет времени, когда не будет помощников, вот там, если человек окажется в убытке, это действительно будет непреодолимая проблема. Поэтому, когда вот мы выезжаем, да, куда-то, чем дальше, кстати, тем лучше, вот эти проблемы мы смотрим как бы со стороны. И мы видим, что на самом деле, вот за что мы переживали, за что мы убивались, да, оказывается, на самом деле это не стоит за них так переживать, и они не настолько большие. Молодые ученые всего мира разрабатывают инновационные технологии. Среди них и прихожанин Саратовской соборной мечети Арангали Муктаров. Какой вклад в российскую науку внес саратовский мусульманин, выяснила наша съемочная группа. В холле одного из саратовских вузов собрались молодые ученые со всей области. На научно-практической конференции под названием «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде» они представили свои разработки в различных сферах знаний. Прихожанин Саратовской соборной мечети Арангали Муктаров, кандидат технических наук, принял участие в выставке со своим инновационным проектом. Это материал широкого применения, который используется в медицине, в стоматологии, в ортопедии, в травматологии, в хирургии, а также может использоваться в качестве фильтра для очистки воды, поскольку обладает уникальными свойствами афинной адсорбции. Материал, который называется гидроксиапатит, Арангали с коллегами планирует получать вследствие переработки костей от мясного и рыбного производства. Все необходимые методики по получению этого состава уже исследованы и запатентованы саратовскими учеными. Технология заключается в том, чтобы убрать органическую составляющую из кости и оставить только неорганику, ровно гидроксиапатит, причем биологического происхождения. Для этого надо было провести один эксперимент, который мы провели. Сейчас основную долю гидроксиапатита производят за рубежом – Германии, Японии и США. Причем там используются химические способы его создания. Закупка материала у производителя существенно влияет на стоимость. В первую очередь это отмечают те люди, которые непосредственно сталкиваются с ежедневным использованием гидроксиапатита – стоматологи. Они же первыми оценили преимущества отечественного производства. Исследования наших ученых и их западных коллег позволили нам прежде всего способствовать импортозамещению, снижению ценовой политики на рынке стоматологии на сегодняшний день. И наши ученые синтезировали данный препарат природным методом. Пока на массовое производство гидроксиапатита в Саратове нет лицензии. Поэтому исследования проводятся на макетах. Но врачи надеются, что вскоре смогут полностью отказаться от покупки импортных материалов, что существенно снизит стоимость оказываемых услуг. А сейчас наша постоянная рубрика «Читаем Коран в оригинале», в которой мы вместе с вами изучаем священное писание. Дорогие зрители, сегодня мы продолжаем наш урок. И сегодняшняя наша тема — 119-я сура Священного Корана, сура «Аль-Ихлас». БИСМИЛЛАХИ РАХМАНИ РАХИМ БИСМИЛЛАХИ РАХМАНИ 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 Р Уважаемые зрители, на этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту. На этом наша передача подошла к концу. А я напоминаю, что больше интересных новостей вы можете найти на сайте духовного управления думсо.ру. Если у вас возникли вопросы, звоните нам по телефону 601-900. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.